Радио Фонтанка ФМ ВИВАТ ИСТОРИЯ ВИВАТ ИСТОРИЯ А жена ему говорит в ответ Говорит в ответ, сама плачет вся Не жена твоя, я законная А я дочь твоя, дочь сиротская А жена твоя, вот уж пятый год В сырой земле под березонькой Вот такое вот печальное вступление Это песня Солдатской доли В России Русского солдата И тема у нас в сегодняшней передаче Звучит как солдат, русский солдат Ну да, русская армия Ну давайте начнем Итак, давайте немножко Уйдем в глубок веков Понятно, что рядовой Рядовой состав русских воинов Он появляется Наверное, тогда появляется армия Если говорить о регулярной армии Впервые регулярная армия В нашей стране появляется во время Реформы Ивана Грозного примерно В 1551 году Почему армия появляется Именно при Иване Грозном Ну потому что Государство становится единым Да, а самое главное Появляется огнестрельное оружие То есть регулярная армия Появляется тогда Когда нужно все время тренироваться Потому что если Просто война Там люди расходятся На мирное время По домам и хатам Да, а когда начинается Война не возвращается То когда появляется артиллерия Это уже совершенно другие вещи Чтобы дома Если Д'Артаньян мог там Научиться героическому Своему папаши Фехтованию Да, в Гасконе То понятно Научиться стрелять из пушки Гасконец Д'Артаньян Конечно бы не научился Поэтому регулярная армия Появляется тогда Когда появляется огнестрельное оружие Итак, худо-бедно Она провоевала В 16 век И в 17 Итак, первые солдаты У нас появляются В 17 веке Все говорят Что первые солдаты Появляются при Петре I Это не так На самом деле Весь 17 век Это подготовка к Петровским реформам То есть что-то уже появляется И до этого Первые солдатские полки Появляются у отца Петра I Алексея Михайловича Первые солдаты То есть армия европейского вида Потому что солдатом У нас никого не называли Слово «солдат» Пришло от слова «сольди» Золото То есть люди, воюющие за золотые Ну, наемники Понятно Профессиональная армия солдаты Вот Ну, а так Термин «солдат» Как вот вы правильно сказали Это 18-19 лет Это рекрутский набор Рекрутский набор Это вид набора в армию Саша, ну, по-разному Обирает в армию Как сейчас Всеобщая воинская обязанность Или повинность Бывает профессиональная армия Когда наемников собирают За деньги они служат Есть рекрутский набор Рекрутский набор Появляется в России В 1699 году Что это такое Ну, если говорить проще За 500 здоровых мужиков Граждан России Служит один по жребию Ну, а если мирное время Служит он С тысячей один мужик Хорошо это или плохо У нас очень много штампов Несчастный солдат Которого Над которым издевались Шпиц-рутеры Помните там После бала Бог то мой Как у нас девушки плакали Когда Льва Толстого Читали в школе Да, как бы Мучили и издевались И ушел на 20 лет Непонятно куда Ну, на всякую 20 лет Еще 5 лет Еще 5 лет, да Как бы Правда ли это? Абсолютная правда Конечно Но правда всегда бывает С разных сторон Можно смотреть, да На нее На один и тот же факт Давайте посмотрим С другой стороны А потом уже поговорим Про солдат, да Итак Наша русская армия Совершала свои главные победы Именно во время Рекрутского набора Рекрутский набор Это и Полтава Рекрутский набор Это и Александр Васильевич Суворов Рекрутский набор Это его чудо-богатыри Рекрутский набор Это и Михаил Иванович Кутузов Под Бородино, да Или под Русчиком Кому что нравится И прочее, прочее, прочее То есть все главные победы Наша армия Выиграла именно Во время Рекрутского набора Ну, плюс еще Великая Отечественная война Все Когда начинается Почему? Потому что это Профессиональная армия Извините Когда человек Забирает на 20 или на 25 лет Он становится профессионалом Он учится Он учится убивать Учится остаться живым На поле боя Учится нормально реагировать На звуки боя Поверьте, Саша Звуки боя Очень страшные Как говорит статистика Во время Второй мировой войны 80% личного состава Погибало в первый бой Потому что человек Ну, как бы, да Терялся Абсолютно Как бы, понимаете Крики Вой Запахи Много разных вещей Да И как бы он выскакивает Его сразу убивают Когда он из окопа Да То есть вот так Если человек научится воевать То совсем другое дело Одна из причин Неудач Красной армии На первом этапе войны Это, конечно, то Что немцы уже воевали Полтора года Это понятно Да И воевали Не против самых плохих армий Таких, как Польша Или Франция с Англией Понимаете, да А мы только вступали Мы только вступали Итак Рекордский набор Да За это время Люди становятся профессиональными Всеобщая воинская повинность Понимаете Она хороша Чем, да Когда появляется техника и прочее И когда надо увеличить армию Всеобщая воинская повинность Действует прекрасно Единственное Солдат будет нормально воевать Если Он поймет, за что он воюет Понимаете, да Когда русско-японская война Люди-то не понимали Какие-то японцы Какой-то Леудунский полуостров Извините Порт Артур Зачем это надо Зачем ему бросать Своих детей В Тамблевской губернии Да Которых там Несколько человек, да И ехать воевать С этими самыми япошками Не была бы популярна Эта война Никак Понимаете, да Что бы там ни говорили Там, что там Вот Или Первая мировая Также Крест на Святую Софию Да, Господи Извините У нас столько проблем В деревне, да Дома Почему в деревне Потому что крестьяне В основном солдаты Да Вот Поэтому не захватывало Никак Вторая мировая война Другое дело, да Пропаганда была Что такое нацизм Да И многие поняли, да Когда немцы пришли сюда И показали свою сущность Уничтожая все живое Да Вот тогда мы начали воевать Вот Поэтому у всеобщей воинской повинности Есть определенные минусы Да Многие не хотят А насчет Скажем Мы в то время не хотели С одной стороны, да Но Знаете, как сказал профессор Гумилев Да Есть люди пассионарные Вот человек живет в деревне Ну не надо ему эта деревня Ему не интересно Он по рождению Там крепостной крестьянин Понимаете, да Ну сеять, пахать нет Ему что-то другое, да А тут предлагают тебе пойти в армию, да Ну жребий Даже если тебе не попало А попало тому, кто не хочет Ну там сыну лавочника, например Или еще кому-то, да Ну договориться же с лавочником можно Он даст взятку И ты пойдешь за него служить Итак, давайте посмотрим на риговский набор С другой стороны Я говорю, буду о плюсах говорить Итак, когда русский человек попадал в армию Он становился свободным То есть бывший крепостной крестьянин Можно говорить, раб Попадает в армию Становится свободным человеком Только на время служения? Ну 25 лет, Саша В принципе, да До конца, до конца жизни То есть все Он уже никак не связан со своим барином Никакими вещами Дальше Если он Солдату разрешалось жениться Вот вы сейчас Жалостную песню сказали, да? А на самом деле Солдат разрешал жениться Если он женился То в казарме ему выделяли Бесплатно одну комнату А дети, рожденные от солдата Да, становились свободными Да? Солдата Обучали бесплатно грамоте А как же вот песня-то Солдатушки, браво, ребятушки Где же ваши жены Наши жены Пушки заряжены Ну это кому как интересно Понимаете, да? Вот Если там хочешь Пожалуйста А не хочешь Занимайся с этим делом С пушками Понятно, да? А вот Наша хата Лагерь супостата Да Определенно То есть да Он получал образование Дети получали образование Понятно, да? А дальше Такая вещь Шписрутаны Да? Как их там Пароли и прочее Правда это Стопроцентная правда Единственное маленькое но Был такой договор В русской Русской армии Что если солдат воевал Прошел через войну Пороть его запрещалось И давайте представим У нас раз в пять лет война Да? Поэтому у нас Денадцать процентов Солдат были не пороты Потому что Право не имели их пороть Они все были фронтовиками Понимаете, да? Дальше Ну Тебя убить в армии могут Простите, Саша Нас могут убить И в нашем дворе Извините, да? Мы можем Напиться водки И замерзнуть в сугробе Но все-таки На войне шансы Увеличиваются Не сказал бы А получить по голове Это бутылкой, да? В этом самом В нашем подъезде родном Да? И прочее, прочее Ну, Вася, вообще За идею и за родину Простите меня Какой вы хотите смерти? Если там Спросить нормального мужчину, да? Как лучше умереть за родину, да? Или Вот так, как я сказал За кошелек Передозой, да? Или еще чем-то, да? Я думаю, что большинство нормальных людей Выберут все-таки за родину Да Но, во-вторых Не было тогда Такого большого Если человек Солдат профессиональный Его трудно убить, понимаете? Да Потому что, ну Он знает, как себя действовать, да? Проходит первый бой Он уже становится более опытным Определенно, конечно И надо сказать Что в первом ряду В первом ряду Ну, тогда колоннами воевали Каре и прочее, да? Вставали профессионалы Люди, которые служили уже 10-15 лет Понимаете, да? А молодежь стояла за ними И училась Никогда В то время Молодежь не была пушечным мясом Да? Это, извините Когда сейчас бросили Ну, там, 94-м зимой Штурм Грозного 94-м 95-го, да? Я когда был преподавателем в то время Ну, где-то в 98-м году Преподавал В торговом институте И рассказывал, как Майковскую бригаду Бросили и предали Там и так далее Извините Я рассказал не про это Я рассказал про то, как мы штурмовали Берлин Как штурмовали танками Этот город, да? Который достаточно Для танков-то не подходит Да, ну, рассказал все Интересно А потом подходит ко мне Молодой человек говорит Знаете, говорит Я служил в Майковской дивизии Бригаде, да? Вот что вы рассказали Было то же самое в Грозном Почему? Ну, что ему ответить? Понятно, да? А вот, да Ну, не может Особенно в гражданской войне Принимать участие Как бы, да Первогодок Извините Ну, понимаете, да? Этим надо заниматься Другими вещами И другим воинским подразделениям Ну, ладно Мы немножко пошли не в ту сторону Итак Непорота армия Дальше Какие еще плюсы? Солдат получал Ну, во-первых Он питался За счет государства Да, одевался За счет государства Кроме этого Еще получал зарплату В начале 19 века Рядовой получал 60 рублей А унтер-офицер 96 Много это или мало? Да, спросите вы Как сравнивать? А Пут муки 16 килограмм Стоил 14 копеек Понятно, да? Муштра Которые мучили Бедных солдат Да, которые они муштровали Было ли это? Было, конечно Только было Это до 12 часов дня После 12 часов дня Солдат был свободен Если говорить про наш город Пехотные солдаты Объединялись в брикады И строили город То есть первые шабашники Да, не таджики у нас были Да, а были как раз солдатики Которые строили Строительные бригады То есть, да Строительные бригады Которые центр города отстроили Если ты служил в кавалерии В кавалерии То ты мог заниматься извозом У солдат появляются деньги Да? Что они делают? Они объединяются В артели И дают деньги под залог Первые банки Которые давали ссуду В нашем городе Были солдатские Саша Да, а куда эти деньги девались? Вы нас, Саша, знаете Дом Ленинградской торговли Угу Вы никогда не задумывались Почему там барабаны Почему там на стенах Бронзовые трубы Георгийские ленточки Потому что ДЛТ было построено На деньги Петербургских Гвардейских полков Солдаты вложились И построили Чтобы у них был свой бизнес И какой-то отчет Понимаете, да? Вот Например Унтер-офицер Ивановский Российского полка За время службы В армии Выкупил из неволи 18 своих родственников Ну я просто говорю Понимаете, да? Ясно, да? Да Вот Солдат мог сделать карьеру Да? То есть Из солдата Служиться до офицера Тяжело ли это было? Легко ли это было? Да? А давайте Вспомним Нашу литературу Русская литература Это лакомская бумажка Это как отличный Исторический источник Субъективный Но отличный То есть В то время Люди Когда читали произведение Для них Правда-неправда Итак Кто же у нас Из известных Русской героев Солдат Который услужился До офицера Капитан Миронов Капитанской дочке Помните Комендант Белорейской крепости Максим Максимович Герой нашего времени Капитан Тушин Помните, да? Вот Это люди Которые Солдатами Ушли в армию И отслужили И стали офицерами Понятно, да? Или там Я не знаю Там Гранатовом баскреди Дедушка Который делал Это Арбузный Из арбуза Этот самый Господи Как называется Пятийота Крешон Крешон Да-да-да Помните Там Дедушка делает Все они Фронтовики Солдаты Которые Отслужились До офицеров Ну кто-то Даже до генерала Там и прочее Да вот Служились Они отслужились Значит их дети Вариант Но они имеют право Отдавать своих детей В кадетские Иркуса Где их уже воспитывают Как офицеров Это уже другое поколение Понимаете, да? Сын крепостного крестьянина Антон Иванович Деникин Да Его отец Зажился до майора И многих таких было Очень было много Понимаете, да? То есть это была Армия была шансом Конечно Социальным лифтом Абсолютно Абсолютно При социализме До некоторых пор Вот на примере своего отца Могу сказать Тоже было так Абсолютно верно Нет, конечно Человек, извините Мог спокойно Сделать карьеру Если ты талантливый И прочее И действительно Для офицеров Это было прекрасно Кроме спорта И других каких-то вещей Все верно Все верно Значит Солдаты Офицеры в то время Как бы Ну Понимаете Одно дело Гвардия А другое дело Простые Простые воинские части Тоже надо понимать Поехать в какой-то гарнизон Там Очень далекий Как бы Сын аристократа Практически не мог Швабрин Если помните Попал туда Под Оренбург Только из-за дуэли По-другому не посылали Поручик Квардинского полка Лермонтов Он попал на Кавказ После Тоже Известных вещей С бароком Даршаком И прочее То есть Да Конечно В армии всегда делилось Понятно На аристократическую часть И на простую Как называли их Поручиками Сахи Да Но все равно Это лифт был Прекрасный Да Абсолютно Да Конечно Мы понимаем Что Если Должность Где-нибудь В генеральном штабе Какая-нибудь Хорошая должность И на него Претендуют Два Одинаковых Умных офицера Талантливые герои И прочее Да По интеллектуальном уровне Как Печорин И Максим Максимович Как Дубровский И Троекуров Как Тушин И Болконский Да Ничего не будем говорить Лучше кто хуже Да Но всегда понятно Что система Выберет своего Печорина Князя Болконского Да Там И Кириллу Троекурова Да Вот Да Но все равно Все равно Шанс был конечно Сто процентов Давайте дальше Поговорим Да О плюсах И минусах Армии Да Ну извините Если ты попадаешь В Петербург То ты можешь Сделать и политическую карьеру Например Вы знаете Что во время Военного переворота А гвардия В 18 веке Играла главную роль В переворотах Да Во время переворота Когда преображенцы Посадили на престол Черь Петрову Елизавету Да А она Всем преображенцам 150 человек Дала дворянство Да То есть Бывшие рядовые Сзади Неожиданно стали Как бы Дворянами Да Вот Среди декабристов Было очень много Поручиков Отсахи Понимаете Да По тем причинам Что они никогда Не добьются карьеры Не из-за своих талантов А из-за того Что они Скажем Более низкие Да Легче было Через переворот Устроить устроить Такие вещи Ну понятно Да А вот Дальше Давайте Говорим дальше О плюсах Рекшерского набора Если ты выжил После 20 или 25 лет Да Такое тоже бывает Ну как бы Да Ну на самом деле Ну 25-30 процентов Доживало До дембеля Тогдашнего Да И смотрите Тебя забирает 15-20 лет Ты в 45 лет Уже свободен Извините Зарплату Которую вы получали Тебя Государство Оставляет Как пенсию То есть У тебя есть деньги Ты человек Который Дисциплинированный Грамотный Инфляция Эти деньги Не съела Нет Тогда Тогда это было сложно Да Как бы Ну там Были конечно моменты Но в основном Да Инфляция не съела Ты здоровый Да Как бы Герой И прочее Да Очень многие люди Уходили служить в полицию То есть Вот эти Городовые Да И прочее Городовое Там жандарма Попасть Не послужившим в армию Было просто невозможно То есть Человек Прекрасный Да Если ты до этого Был женат Только на ружьях Да Заряженных Там Да То теперь ты мог Спокойно вести семью Извините 45 лет Это все можно сделать Да Если вы помните Все наши генералы Они Им было по 40 Когда они выходили За молодых жен Да Тот же самый Князь Волконский Декабриц Да Марию Раевскую Брал Да И у них была разница Достаточно Там или Трубецкой И Гнекине Лаваль Да То есть Понятно Это было нормально То есть У тебя нормальная жизнь В городе Да И прочее Прочее Многие конечно Кто-то возвращался конечно В деревню Ну зачем Что там делать Понимаете Это уже не тот уровень Человек посмотрел Мир Извините Да Ну если там Воевал Да Гвардию Посмотрел Петербург Посмотрел все эти вещи Да И так далее И тому подобное В деревню После этого не тянет А если семья Семеро по лавкам осталась Нет не осталась Ну не забирали таких в армию Опять таки Да Если семеро по лавкам Они не участвовали Ну как бы Делали возможность Что кто-то другой Ну там смотрели Потому что Зачем Зачем нужно забирать в армии Человека Который думает о доме А ему еще там Жена письма пишет Жрать нечего Извините Там и прочее Пристает там Там приказчик какой-то Он все бросит И уйдет Да Как Ну когда я служил Да Знал я одного Хорошего Сержанта Да Который служил со мной Да И вот Через год ему Девушка написала Идиотское письмо Да А в него все Три слова Не скучай Да Он все бросил Побежал Попал в дисбат Ну понятно Да А вот Я не знаю Как это Это письмо Как бы не проиллюстрировали Там и дали ему Почитать Да Ясно Да Ну вот В российской армии Таких было вещей Достаточно мало То есть Я даже считал Воспоминания Извините На таких вещах Поговорим Да В бане Ты ходишь Извините В армии Ты ходишь в баню Раз в неделю Ну плюс праздники еще Да То есть гигиена Там тебя учили Всяким разным вещам Извините Солдат там Некоторые даже С простыней знакомился Чего не было Конечно Никакой деревни Где он спал На земле Или на лавках Да А у нас здесь Посмотрите Какие шикарные Шикарные казармы Да Ну в Петербурге Какие же В других местах Было похуже Но я просто говорю И вот я читал Воспоминания Одного унтер-офицера Которого забрали Из архангельской губернии Притом он не был крепостным Да Из архангельской забрали И он написал Первое впечатление Вот он утром просыпается То есть засыпает Первый раз в армии Говорит Боже я в раю То есть да Это действительно было так Вот Как видите Я вам сказал О нашей армии Немножко не то Что у нас принято говорить То есть То что вы говорили Правда Но правда была и другая Понимаете Да А людей Со слабой психологическим Какими Психологией И прочее Которых можно сломать Извините Их можно сломать везде Не только в армии Да А дедовщина в то время В армии Ну существовала какая Деды еще расскажу Шли первые вперед В атаку А если кто-то Чего-то там сделает Извините Ты в спину Штыком получишь Шири пулей Да В армии это очень хорошо Прослеживается Если она воюет А не строит особняки Генералом Или красят траву Или чемоданы Из снега строят Как мы это делали Понимаете Разные вещи Когда ты занимаешься Праведным трудом А защита Родины Это праведный труд У тебя совершенно Другая психология Извините Да А когда ты Служишь непонятно чему Да Вот тогда действительно Возникает определенный Таракан в голове Надо понимать Поэтому наша армия Была очень даже И неплоха По сравнению Со всем остальным А были какие-то Аналоги Замполитов Тогда Нет Священник был Священник Который этим занимался Да Священники Они как бы И воевали И как бы Даже вот У них была Георгиевская ленточка На крест На крест Нательный Который они носили Этот большой На животе Да То есть Офицеры То есть Священники Были тоже Достаточно известны Людьми и героями Как бы Да В армии Конечно Разные люди Понятно И разный на них взгляд Но в то время Скажем так Нормальный взгляд был Как бы Нормальных людей Было больше Правильно Это правильно Да Я тоже так считаю А вот вы сказали Про священников Я вспомнила Что вот А допустим Татари Они служили в армии Татар был Был этот самый Был священник Мусульманин Да Ну в основном Да Опять таки Отчего у нас была построена Шикарная мечеть Да Которая находится На станции Митрогольковская Да Она была построена Потому что Очень многие татары Мусульмане Другие стран Они служили в Петербурге Служили в армии Да Ну самое известное Наверное Это конвой Да Там тыкинский конвой Был да Это тыкинцы Это туркмены Например да Служили Был Был конвой Из Крымских Крымских татар Там да Ну конечно Из ингушей Из ингушей Там Кабардинцев И прочих Чеченцев было меньше Да А ингуши Очень любили Скажем так Ингуши служили Русскому царю Достаточно верно И надо сказать Такое Что вот Если делать такую Книгу рекордов Генос Российской империи Да Какими-то народами Самое большое количество Миллионеров На одного человека Это наверное Караимы У нас были такие Да Миллионеров было много Потому что Караим держали Табачный бизнес Да А самое большое количество Генералов На душу населения Это ингуши Например В Первой мировой войне Было 14 генералов Ингушей Да Вот Поэтому они служили Очень хорошо И в дикой дивизии Как раз Именно они И другие тоже Нет тех Кто хотели воевать За русского царя Они воевали достойно Ну вот Как бы Просто разговор о том У нас есть штампы Определенные Да Они неправильные Когда крепостного Забирали Крестьянина В армию Хозяин получал Какую-то компенсацию Да Получал компенсацию Не платил налогов Ревицкие сказки Помните Мертвые души И прочее Да Вот Как бы Больного И хилого Как бы Его могли Оштрафовать То есть там В основном Здоровые были Нормальные И в армии У нас Я могу привести Несколько примеров Чтобы понятно Кто попадал В Павловский полк Все должны быть рыжими То есть курносами В Измайловский полк Рыжими Да Там были такие вещи Да А например Когда приехал к нам Раймонд Понкаре Президент Франции В 2014 году Его встречали Три полка Вот Да Один из них был Простой полк Онежский Из Карелии Потому что там были Блондины Голубые глаза Блондины Ну флаг Франции Рыжие Рыжие блондины Да Не помню С синими глазами Вот был Онежский полк То есть вот Смогли построить Да И конечно Для францов Для французов Это был вообще Такой показатель Что такой у них союзник Да Вот Куда это все делось Сергей Давайте Вернемся К нашей викторине Давайте Напомним вопрос В прошлой передаче Мы говорили О монголо-татарском нашествии Вопрос звучал Следующим образом Какой город Татары Называли злым Да Город Козельск Очень много Огромное количество Правильных ответов Мы получили Слава Богу Я очень рад Что вы так много считаете Дорогие друзья Причем из разных уголков России И даже не только России Монголы тоже ответились Нет Просто разные Я смотрю по номерам Телефонов Очень хорошо Наибольшую активность Так получилось Проявил наш постоянный Слушатель по имени Андрей Поздравляю Андрей Он у нас общается с нами В чате Под ником Добрый К Мы вас поздравляем И дарим вам футболку Вернее рубашку С фирменным логотипом Пола И сегодня мы тоже зададим Вопрос Тот кто правильно ответит на него Тоже получит приз Не забудьте указать Как вас зовут И номер вашего телефона Для связи Чтобы объяснить вам Как получить приз И мы слушаем вопрос Какое почетное звание Юбилей Я вас поздравляю И хочу вас от всей души Поблагодарить За очень интересные рассказы Наши слушатели Всегда рады встрече с вами Если всем это интересно Я готов дальше продолжать Я надеюсь так и будет Аминь Спасибо Сергей Виватенко Историк Член элитарного клуба Что где когда был В студии радио Фонтанка FM И до встречи Ровно через неделю До встречи Дорогие друзья